так всем привет мы продолжаем проходить игрушку нигайден 3 razer age эту серию я записываю пост комментариями потому что когда я записал эту серию выяснилось что у меня отключился микрофон поэтому мои комментарии не сохранились благо сама серия сохранилась она есть и я ее сейчас озвучу по сути то есть там в прошлой серии нас клиффи предал и сказал что если типа рю выживет то он он клиффи будет ждать рю на черном нарвале и в этой миссии последней второй миссии за я на мы узнаем немножко больше про то что же это такое этот черный нарвал прибыль мы значится в вашингтон округ колумбия меж тем Торгет называется Black Narwhal. Это классифицированный карьер, созданный по Пентагону для специальных опций. Контрактор, который победил производительность, был Genesis Dynamics. Это, в самом деле, фронт для ЛОА-милитарных операций. Он сейчас находится в докторе, готовый к оборудованию. Так что ты хочешь, чтобы я приеду к оборудованию, да? Ты такой умный человек. Не хочешь, проберемся. Что нам? Это будет легко. Главное тут убить 150 тысяч ворудов. И все будет нормально. Здесь у меня постоянно отвлекали. Поэтому серия будет из нескольких кусочков состоять. Ну и поэтому у меня тогда микрофон и отключился. Я за провод дернул. И он выскочил из гнезда. Так, прокачали мы ножи Янки до третьего уровня. И у нас еще есть четыре повышения ХП, которые можно использовать как аптечки. Это я, собственно, хочу попробовать на боссе. Ну, в смысле, я уже попробовал на боссе использовать эти штуки как аптечки. В этой главе нас ждет четыре Скоробея. Первого вот мы нашли. Осталось еще три. На самом деле, игра довольно разнообразная и зрелищная, да. Единственный ее минус – это левел дизайн. То есть, по сути, все уровни состоят из таких мини-арен, на которых нам дают кучу врагов, которых мы, собственно, рубим, а потом переходим на другую мини-арену и там тоже кучу врагов рубим. Вот, на мой взгляд, не очень правильный гейм-дизайн. То, что кем нужно было какие-то коридорные элементы тоже делать. Вот, вторую часть, вторая часть идеальна, на мой взгляд, вторая часть действительно идеальная. Хорошо, ты через первую часть идеальна. По-моему, у тебя есть хорошая позиция. Да, что-то. У нас все так прямо встречают очень радостно. Не оперуйся! Не оперуйся! Не оперуйся! Не оперуйся! Не оперуйся! Больно, мужик. Готово. Так, ты ложись. Отдыхай. Тут у нас есть второй скоробейчик. И тут нам дали за 40 скоробеев True Inferno. Это самая мощная нимпа вообще в игре, которой может пользоваться Рю. Вообще, в оригинальном Ниндзи Гайден 3, который не Рейзер Эйдж, а который был оригинальный, это была единственная нимпа, которая мог использовать Рю. Представляет из себя огромного огненного дракона. На самом деле, вот эта вот нимпа, она хоть и самая мощная, но она уже примерно ко второй главе начинала дико раздражать, потому что она очень долгая анимация на этаже. По идее, там сначала дракончик появляется, потом раскручивается, потом открывает пасть, кусает произвольного противника. Ну, мы это все увидим, потому что я собираюсь ей пользоваться этой магией. В следующей уже серии. Она действительно очень медлительная такая анимация, которую нельзя скитывать. Приходится каждый раз на одну и ту же смотреть. И вот как раз тут, вот в этом месте, поскольку было много врагов, я тут пропустил скрабея. Ну, потом мне пришлось как-то с чекпоинта перезагрузиться, и я все-таки собрал его на запись. Все четыре скрабея я собрал. Все нормально. Это куча вражин, просто куча нереальная. Ну, она не то чтобы прям уж нереальная, но все-таки. В общем, я думаю, что вы можете сделать это. Не забудьте быстрее. Ну, это путь. Спасибо. Спасибо за внимание. Ну, это Vous. Что вы делаете? Это вы уже делаете? Ну, это вы, что вы можете сделать. И вот это вы, что вы. Кровава. Очень кровава. Хорошо вот у этого костюма ткань сделана, да? В общем-то вроде того, что игра-то уже прошлого поколения, но ткань очень красиво выглядит. Умеет, умеет делать скотины, этим нельзя. Очень хотелось бы у меня в этот их неох сыграть. 9 февраля он выходит следующего года. Будем надеяться, что к тому времени я все-таки куплю себе PlayStation 4 и мы с вами попроходим эту игрушку. Хотя она, конечно, клон Dark Souls, что, конечно, неприятно. Потому что я не люблю клоны. Причем такие откровенные, то есть кто смотрел, например, ну кто играл, понятное дело, знает. Или кто смотрел стримы по этой игре, тоже понимает, что там прям вот все вот фишки Dark Souls'а прям перенесены один в один, думаю. Ну как так можно? Хоть бы что-то свое придумали. Ну правда там боевка по-другому сделана, да? Что касается боевки, то да. Но в остальном очень похоже. Так, нормально, разобрались. Роза, что это такое? ЛОА биологическое действие. Это продукт их алкемии. Так, и нинпа второго уровня их не убивает. Вот это печалька. Поехали. Поехали. Так, тут я нафиг спрыгнул вниз, потому что хотел посмотреть, что это такое. Может тут секретик. Оказалось это то место, где мы уже были. Мне сейчас придется обратно запрыгивать. Нормально, череп. И вот тут тот я начал подозревать, что я пропустил скрабея. Потому что до того, как ты найдешь хрустальный череп в этой части, ты должен найти уже трех скрабеев из четырех. А я нашел только друг друга. Ну ничего, сейчас перезагрузимся. Ну не сейчас, чуть-чуть попозже. Чёрт! Единственное, что вы можете сказать! Общая удар на удар с тревожками, вот это постепенно. Чёрт! 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 Их и слава. Чёрт! И снова ниндзя черного паука И чуваки у них тут с базуками Очень хитрые и умные В плане того, что они вот этой базукой Могут все блокировать удары Плюс могут блокировать стрелы И могут блокировать Эти вот разрывные кунаи Катеры у Янки Эти вот разрывные кунаи Эти вот разрывные кунаи Они идеальны для черных спайдер-нижей Ну тут я с тобой, кстати, не согласен По мне так лучше с черного паука драться Чем с этими хиндами Вот тут проблемы с ними Пока одного рубишь, второй хватает и бьет Ты ничего не можешь сделать Очень маленькая арена Для таких здоровенных противников Здесь Ну я не говорю, ошибки левел-дизайна Здесь в этой игре, конечно Имеют место быть Очень сильные такие Ну и вот Небольшая врезочка Вклеечка Я загрузился с чекпоинта И отыскал таки Тот скрабейчик, который Пропустил в прошлый раз Он находится вот тут В самом углу И тут я его пропустил Только потому, что Очень много врагов На меня тут напало Я пока с ним разбирался Собственно и пропустил Ну а теперь мы продолжаем Наконец ты Тоже Начала Сказывать Недовольство А мне-то как эти Сволочи Надоели Ты даже не представляешь Все, теперь Начал разговаривать С компьютерным персонажем Пора идти лечиться Ну ничего, разобрались По-быренькому Относительно По-быренькому Все это дело Я прохожу Кстати на нормале На хероик Ни разу еще Не переключался Матим, пацану Это не с нашего района Пацаны Бронированные Стрешили еще Делать им нечего Дома им не сидится Понимаешь И монахи Припелывать Вот опять О чем я говорил Да Арена И врагов На тебя Швыряют 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 Пачками Из воздуха Буквально Надоедает Реально Надоедает На одном На том же месте Топтаться Неплохо У меня получается На нормале С монахами С этими Алхимики Потопали Бибу Тут же опять Встречают Собачки Собачек Жалко Они хорошие Приходится С ними Разбираться Так Взял я Последний Четвертый Скробей Летуны Продолжение следует Присплощение Присплощение Продолжение Криво Присплощение Уд Hum Четвертый Выдум Присплощение Неудобно, я четыре раза не попал. Хэп, у нас очень-очень мало, но скоро будет сохранёнка. Толк встречает, везде встречает. Эй, вот от этого захвата никуда не идётся, сволочи. Ну, готовый тип. Так, теперь мы сохраняемся. И идём на этот самый чёрный нарвал. Сверхсекретный авианосец. Сверхсекретный авианосец. Сверхсекретный авианосец. Сверхсекретный авианосец. Сверхсекретный авианосец. Только один захват и тут же второй, а? Читерс. Читерская игра, читерская. Сверхсекретный авианосец. Цель широко, у sociedadstones. Читерская игра, вчинаfrom crema. Читерская игра, читерская device зацените сколько вражин сколько мы уже тут покрошили и сколько еще нас атакуют сразу же после этого будут еще босс боссы их опять будет рое и опять он сломал атаку да что ж такое а этот еще и схватил да шо ж такое что с вами не так два брата акробатом я попал нормально все померли сейчас боссы на самом деле вот это вот непонятно мне по крайней мере откуда взялись вот эти вот боссы то есть по сути вот такая штука как бы появилась когда лавлайс была помещена в дефект на яйцо бога но оно было такое одно вообще-то и лавлайс была только одна откуда эти сволочи взялись непонятно история умолчивает так мы играем на нормале и сейчас мы будем применять лечилки такие вот полечились тут еще не совсем поймешь кого целится суши хуже 2 осталось уничтожили вторую уничтожили полечимся полечились немножко и третья готова тут я показал что это был нормал и вот у вот 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 Ты не сможешь вернуться. Поехали! Ты уже достаточно, теперь уходи! Ничего себе. Я не могу сказать, если ты просто слушаешь нас, чтобы держать нас в порядке, или если ты вообще, как, дай бог. Трансмиттер ГПС? Немного для этого операции, не ли? Ты всегда будешь спрятать нас в порядке? С CIA в порядке. Ты не алисов или алисов. Ты нинжа, и ты слишком опасный. А что с тобой? Я просто... Ты знаешь... Я просто хочу помочь Рию. Окей, все равно. Ты просто продолжаешь прожить нас в порядке. Извините. Рию – это единственная, которую я не знаю. Серьезно? Что с тобой и Рию? Я знаю, чем ты. Ну да, ну да. Вот ведь как оно оказалось. Не какая-то не Айрин, а наша старая знакомая Соня. А может быть, ее даже зовут и не Соня. Но нам она известна под именем Соня. 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 Соня.